Дорогие братья и сестры, я прочитаю место из Священного Писания, оно мне очень нравится. И нравится знаете почему? Потому что здесь раскрывается благодать нашего Господа. А я думаю, это самое главное, дорогие братья и сестры, чтобы мы постоянно, постоянно погружались в благодать нашего Господа Иисуса Христа. Потому что только она может дать нам силы в это последнее время совершать служение для нашего Господа. И совершать это служение с радостью, с торжеством. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. И здесь смотрите, как начинается. Ибо вы знаете, дорогие братья и сестры, мы знаем. Во всяком случае, мы должны знать благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетой. Дорогие братья и сестры, у апостола Павла было большое желание, стремление. Он обращался к Коринфянской церкви, к церкви, но которая материально была богата. Ну не то, что сама церковь, а ее члены церкви были довольно-таки, ну не бедные люди. Но у них была проблема. А проблема какая? Ну они никак себя не находили в церкви, в служении. Ну они как бы что-то делали. Ну знаете, как вот слепой, он вот идет, а подчас не знает, куда же он направляется. Вот так и они. Ну что-то они делали, но все как-то не в попад. И вот апостол Павел очень хотел их приобщить к служению, к тому, чтобы они совершали служение для Господа, ну чтобы они в Боге богатели. И вот, дорогие братья и сестры, вот как нас с вами возбудить к служению? Апостол Павел раскрывает. Надо раскрыть благодать Господа. Надо показать снова и снова каждому из нас на нашего Господа Иисуса Христа, чтобы мы, узрев Его, и то, что Он для нас сделал, чтобы у нас появилось вот это желание. Дорогие братья и сестры, перед Господом, ну стоял не то, что... У Него был план, определение Божие. Оно очень красиво раскрыто в книге «Бытие». Вот он человек, но ему не находится помощника, который вот соответствовал бы ему. Нет, камней много, да и земли хватает. Бог мог, ну тут же, взять земельку и еще сотворить. Человека. Был бы уже два человека. Мог из камней, да из чего угодно. Но это было бы какое-то другое творение, которое, может быть, и похоже, но отдельное от Адама. А Бог захотел сделать то, о чем бы Адам мог сказать, посмотрев, «Это мое! Это же я сам!» И Господь погрузил Адама в глубокий сон и произвел операцию. И взял кость от ребра и сотворил Еву. И когда Адам увидел ее, он сказал, «Это кость, это плоть моя, это я!» Дорогие братья и сестры, вот так же и Отец, и Иисус Христос. Да, вот он и единосущная Троица, Отец, Сын Дух Святой. Но Бог хочет, чтобы у Иисуса Христа нет творений много, есть ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, ну можно еще кого-то сотворить прекрасного. Но для того, чтобы появилась та, о которой Христос скажет, «Это моя, это одно целое со мной», это возможно только, если Христос пройдет определенный путь. Гессимания, Иисус будет спрашивать, «Отца, если возможно, да минует меня час сей». Ну, в принципе, возможно. Братья и сестры, ну вопрос стоял не просто даже в спасении человека, а вопрос стоял в том, что появилась та, которая будет тужественно, одно целое с Иисусом Христом. А для этого надо умереть. А для этого надо, чтобы в ней была часть Иисуса Христа. И это невозможно без пролития крови. Дорогие братья и сестры, осознаем ли мы с вами вот эту благодать нашего Господа Иисуса Христа, который по своей великой любви захотел не просто нас спасти, «А чтобы мы с вами сели рядом с Ним и были одно с нашим Господом, чтобы во Вселенной появилась та, о которой будет сказано, и будут двое одно целое». «Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Дорогие братья и сестры, и Христос, Он пошел. Тот, который всем обладает. Нам даже сложно представить вот всю эту Вселенную. А Он пришел сюда, на эту маленькую землю. И все это ради нас, братья и сестры. Он прошел вот этот путь уничижения. Он прошел гефсиманию, отвержение. И потом апостол Павел напишет, «Вы знаете, вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, Он очень богат, Он самодостаточен, но Он обнищал, Он стал ничто ради вас». Братья и сестры, чтобы мы обогатились, чтобы мы с вами стали той, которая займет свое место во Вселенной. Знаете, нам иногда очень сложно вот представить это, потому что мы видим в себе столько немощи, столько слабостей. Знаете, вот читаешь Ветхий Завет и думаешь, да, какие пророки Божьи, какие пророки Божьи, как в них действовал Дух Святой, как они исполнялись Духом Святым на служении. А во мне столько недостатков, столько всего как-то не получается. А Иисус Христос скажет, что малейших в Царстве Небесном больше. Братья и сестры, а в чем причина? Беседует Иисус Христос с Никодимом. И открывает ему удивительный вопрос. Если не родишься свыше. Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Нет, он знал. Он знал о действии Духа Святого, он знал молитву Давида, Духа Святого не отыме от меня. Он знал, как Дух Святой сходил и в пустыне, как он совершал служение среди израильского народа. Все это Никодим знал. Но понять, осмыслить рождение свыше ему было сложно. И знаете, мы когда читаем, нам кажется, что это не раввин Израилев, а какой-то ребенок задает Иисусу Христу детские какие-то вопросы. Как это вообще может быть? Братья, сестры, нам сейчас проще, потому что все совершилось, потому что наш Господь Иисус Христос отдал себя. И это открыло возможность. Вот как Адам когда-то как бы умер для того, чтобы появилась Ева. Ему надо было пройти через это, через пролитие крови, через то, чтобы из его изнутри взяли ребро. Вот так. И для того, чтобы мы получили рождение свыше. Да, был храм, было место, куда можно было прийти, поклониться. раз в год мог войти первосвященник святой и святых присутствие Божия. Но никогда человек не являлся сам храмом Божиим. Братья и сестры, а нам апостол Павел открывает это. Вы, каждый из вас, вы храм живущего вас Духа Святого. Братья и сестры, но благодаря чему? Благодаря тому, что Христос принес себя в жертву. То, что не совершалось в Ветхом Завете, совершилось благодаря жертве нашего Господа Иисуса Христа. Но это накладывает на нас и определенную ответственность. И смотрите, с чего начинается эта глава. Апостол Павел говорит, уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. А в чем состояла эта благодать? Что они по силам и сверхсил, они готовы совершать служение Богу. они готовы расточать себя ради Царства Небесного. Дорогие братья и сестры, встает вопрос, а Каринфинская церковь разве не обладала этой благодатью? Может показаться так? Ага, Павел уведомляет, говорит, вот смотрите, македонянам дана благодать. Ну, а вы обделены данной благодатью. Вам благодать не дана, поэтому вот вы и не совершаете служения, вы сами все для себя. Нет, дорогие братья и сестры, благодать для служения, для того, чтобы расточать себя для Царства Божия, для того, чтобы уподобиться нашему Господу Иисусу Христу, как Он обнищал ради нас, так и мы должны расточать себя ради Царства Божия, но это благодать. Дорогие братья и сестры, а благодать никто не навязывает, никто не заставляет принимать. это должно исходить из сердца человеческого. Знаете, вот в послании Галатам есть такое интересное место, когда говорится о плодах Духа. Там любовь, радость, мир, долготерпение и дальше это завершается. На таковых нет закона. Детки, скажите, вот я могу вас заставить любить своих родителей. Вот заставить любить. Или вы просто их сами любите без моего или чего-то участия. Вот может такое быть? Так, папа подходит к кому-то из вас, говорит, так, сын, дочка, так, сегодняшнего дня, чтобы меня любила. Нет? Оно как-то естественно происходит, да? Мы просто любим. А почему? А потому что на этом нельзя поставить закон. Закон можно где поставить? Вот это можно взять, можно не взять, запретить либо разрешить. Вот это закон. А как заставить любить? Невозможно. Также невозможно заставить верить. мы многим свидетельствуем. Но попробуйте заставить человека поверить, по-настоящему поверить. Невозможно. Братья и сестры, можно что-то стерпеть, но терпеть от сердца возможно только если у тебя здесь оно есть. так и радоваться. Нет, можно улыбнуться, когда тебе не улыбается, но радоваться так, что внутри радость была, когда тебя в оковы заковали и ты поешь песню, потому что у тебя дух радостен. Знаете, вот я сейчас получил письмо тоже не так давно от Славы. Как раз только стоял вопрос отменят приговор или не отменят. А он пишет братья, не молюсь о том, чтобы Бог дал мне свободу, но молюсь о том, чтобы исполнить мне здесь волю Божию, потому что и здесь много труда. Я так думаю, да, поистине блаженный, блаженный человек. И мне вот сложно понять, вот будучи на свободе, будучи свободно выбирать там, что покушать, когда лечь спать и так далее, понять вот состояние радости, торжества человека, который во многом ограничен. Братья и сестры, ну так написано, блажены изданные за правду. Их может понять только тот, кто сам изгнан. Вот это состояние блаженства. Да, мы молились, братья и сестры, но Господь определил так. И я понимаю, что это наши современные герои веры, которые совершают труд в том месте, где им Бог определил быть. Братья и сестры, но это не потому, что они такие, но потому, что они приняли благодать. Слава принял благодать. Уведомляем вас, братья, о благодати данной Вячеславу для того, чтобы совершать посольство вузах. Дорогие братья и сестры, Вашей поместной церкви, каждому из вас дается благодать. Но мы можем либо как коринфиане сосредоточиться на себе, у нас очень с вами много всегда своих нужд, и не оглядываться по сторонам, и не видеть нужды, которые есть вокруг нас замкнутся. Дорогие братья и сестры, но мы тогда не испытаем радости. Мы тогда не сможем уподобиться той, которая предназначена для Иисуса Христа. Не всегда я с радостью так вспоминаю этот прообраз из книги Бытие, когда вот слуга был послан, и задача такая привести ту, которая предназначена для Исаака. И знаете, вот что мне больше все в ней нравится, она все видела, она сразу же оценила нужду, которая есть здесь, и она на эту нужду откликнулась, ей дана была вот эта благодать расточать себя ради других, так это образ церкви, вот та, которая предназначена для Иисуса Христа, она ищет, видит нужды, и готова расточить себя для служения. Поэтому пусть нас Господь благословит, дорогие братья и сестры, чтобы мы, познавая благодать нашего Господа, постоянно созерцая красоту Господа Иисуса Христа, уподобились македонянам, которые приняли благодать и совершали служение, расточая себя, но в то же время богатея в Своем Господе Иисусе Христе. Преклонимся, помолимся Господу. Аминь. Аминь.